Библейский портал экзегет.ру представляет 51 глава книги пророка Исаии для портала «Экзегет» я читаю свой перевод с небольшими комментариями. Я Андрей Десницкий. Ну вот, 50-е уже пошли главы, и в 50-х главах, как в 40-х основная тема была «Исход из Увелона», в 50-х главах отношения Бога и Израиля, и он, или слуга, отрок Господень, который стоит где-то в центре этих отношений. И мы все пытаемся разгадать, кто это. Ну вот, 51-е, речь идет прежде всего о суде, о конечном спасении, а это значит и наказание и нечестие, и о том, насколько все это серьезно, и значит, надо на это обратить внимание. «Послушайте меня, кто идет за правдой, кто ищет Господа». Ну, есть другие люди, им, кажется, уже бесполезно это говорить. «Взгляните на скалу, из которой вас истекли, на ров, из которого вынули». Это, конечно, тоже аллюзия к истории израильского народа, скала, из которой Моисей извел воду, ров, из которого вынули вот такой, ну, водосборник на самом деле, слово «ров» не точно переводит, из которого вынули когда-то Иосифа, его братья туда посадили, а потом вынули. Ну, и, конечно, символически это означает вот некоторое изъятие из заключения, из тьмы, из обвения, неведения. «Взгляните на вашего отца Авраама, народившую вас Сару, предки, от которых произошли все израильтяне, не только израильтяне. Я призвал одного Авраама, благословил его и размножил». То есть не очень важно, сколько вас, важно, в каких вы с Богом отношениях. «Господь помилует Сион и развалины его, уподобит пустыню его Эдему, сухую степь его Господню саду». Эдем, соответственно, тот райский сад, в котором Адам с Евой изначально были, и не очень там хорошее может быть. Сейчас ситуация, Ближний Восток, засушливое место, но будет Эдемский сад. «Сухую степь его Господню саду, крики радости в нем зазвучат, словословие и песнопение». Ну, у вас все будет хорошо, да, конечно, это приятно слушать, но есть более важная тема. «Мой народ, меня послушай, ибо от меня идет учение, и суд мой будет светом для народов». Как-то суд будет светом, суд будет чем-то грозным, страшным, но он установит, очевидно, что-то такое, от чего всем станет светло. «Близка моя правда, грядет мое спасение. Я буду судить народы, острова уповают на меня, надеются на силу мою». Острова – это постоянный образ, то есть далекая, отделенная от всех земля, вот уже дальше некуда. Австралия сегодня, мы бы сказали. «Поднимите наш взор к небесам, посмотрите на землю вниз. Небеса растают, как дым. Земля, как одежда, обветшает. Обитатели ее, как мошки, сгинут, но спасение мое будет вечным. Правда моя беспредельная». Больше, чем небо и земля. «Послушайте меня, кто с правдой знаком, народ, у которого учение мое в сердцах». Вот очень точное определение, кто знаком с правдой, у кого учение в сердцах, потому что мало ли кто называется израильтянином, мало ли кто говорит о своей вере в Бога, а вот те, кто действительно это принял внутрь. «С правдой знаком» не просто называется, но вот как знакомым бывает человек там с кем-то, с другим человеком, и у него свои отношения. «Не бойтесь поношения от людей, злословие их не страшитесь. Словно одежду пожрет их моль, словно ткань черстыную, но я оправдываю навек, спасаю из рода в род». И дальше уже призыв об этом правосудии. «Поднимись, поднимись и силой облекись, Господня рука, поднимись, как в дни давние, времена древние, вот было же там исход из Египта, например. Не ты ли Рахава разрубила? Рахав, ну вообще название некоего морского чудовища, обычное название Египта в поэтических текстах, вот такой, как дядя Сэм, это Соединенные Штаты, так Рахав в Библии, это безусловно Египет. «Чудовище морское сразило, не ты ли море иссушило, воды великой бездны, глубины в дорогу обратило и прошли по ней искупленные». Вот как раз описание исхода, на него все время ссылается пророк, конечно, идет речь о новом исходе из Вавилона, но дело не только в этом, а в том, что события исхода, того исхода, когда израильтяне перешли по морю, когда из рабов, бежавших от египтяна, они стали народом, вот это все роль Господа в истории, это все то, что дает возможность надеяться, это уже было, значит, подобное может быть вновь. «Глубины в дорогу обратило и прошли по ней искупленные», то есть те, кого Господь искупил из рабства, как «освободил», да, можно так перевести, «возвратятся, кого Господь избавит, придут на Сион с ликованием, увенчаны радостью вечной». То есть это повторится. «Это я, я сам утешитель ваш, и что тебе бояться человек? Он смертен. Сын Адама, что трава увядает? Что же забываешь Господа, который создал тебя небеса, распростер и землю основал?» Смотрите, создал тебя небеса, распростер и землю основал тебя, прежде неба и земли, что ли? Ну, мне важнее, что есть я, чем небо и земля. Правда? Ну, каждому важнее, что мы живы, что мы существуем. Небо и земля, да, мы в них существуем, но мы сознаем себя прежде всего, и Господь готов говорить с нами на этом языке. То есть каждый из нас оказывается настолько же важным, как небо и земля, а может быть, даже и на первом месте. Но ужасает себя, что ни день. Ярость угнетателя, что гибель готовит, только где ж весь пыл угнетателя? Скоро распрямится сагбенный, не сгинет он в яме, хлеба лишён не будет. Вот ситуация, да, когда много насилия, и сегодня много насилия, и сегодня много несправедливости в мире. Конечно, конечно. Но скоро распрямится, скоро будет всё хорошо. Слушайте, прошло уже две с половиной тысячи лет, до сих пор угнетатели, насилие, нищета, всё это присутствует. Вот как это получается? Некое конечное торжество справедливости, но вместе с тем, и об этом вся книга Исаия, это торжество должно осуществляться уже здесь и сейчас по мере наших возможностей, да? Вот если мы этому способствуем, то мы знакомы с правдой. Если нет, то всё печально, как бы мы себя ни называли. Я, Господь, Бог твой, вот кто море вздымает, так что ревут его волны, имя ему Господь воинств. Опять это власть над природой, как-то постоянный мотив, значит, над всем миром. Вложу тебя в уста мои слова, осеню тебя моей рукой. Я, устроитель небес, основатель земли, назвавшийся он народом своим. Вновь как будто о пророке, но вот этот он, он здесь уже скорее я, и, ну, о нём здесь не очень много, о нём скоро будет много. Воспрянь, воспрянь, Иерусалим, восстань, ты испил из руки Господней чашу гнева, допьяна напоившую чашу до дна, осушил. Чаша обычно у нас образ хороший, да, дают что-то такое приятное выпить. А здесь очень часто это чаша гнева, то есть горькое лекарство, касторка, да, которое пить неприятно, но выпили, всё, всё уже прошло. Не на кого было опереться из всех рождённых детей, за руку некого было взять из всех рождённых детей. Ну, то есть, здесь это вот дочь Сиона, как женщина, которая в беде, в несчастье, и ей даже дети родные не помогут, потому что вот они в плену. Выпали тебе две беды, и кто же тебя утешит? Разгром и разруха, голод и меч. Кто же тебя утешит? Причём, есть рукописи, где говорится, я тебя утешу. То есть, кто же тебя утешит? Разгром и разруха, голод и меч, я тебя утешу. Такой вот, ну, почти как в песне, да, припев. Сыновья твои из немогли, лежат на каждом углу, словно лань в ловушке. Настей-ка гнев Господа, наказание от Бога твоего. Выслушайте же всё это, кто страждет, кто пьян, но не от вина. Вот от этой самой чаши гнева, да, как раз интересно, что вино у нас, это скорее приятное, что-то хорошее, да, а в Ветхом Завете вино это скорее опьянение и состояние вот такого унижения и позора, да, как пьяный лежит, и выглядит неприятно, и он такой бессильный, безвольный. Так говорит Господь твой Бог, вступающийся за тебя. Я беру из руки твоей чашу пьянящую, и скобка ярости моей больше пить тебе не придётся. Я вложу её в руки мучителей твоих, говоривших тебе, поди ниц, а мы по тебе пройдёмся. Делалась твоя спина землею, улицей для проходящих. Ну вот, напоили чаши гнева, бросили на землю, ещё потоптались на нём, теперь всё изменится. Как это будет? С чем это связано? Следующая, 52-я глава.